Кисти для акварели, купить кисти. Привет, я Дарья Поздняк и сегодня я хочу показать вам мои новые кисти для акварели. Небольшая предыстория. Моя подруга Татьяна заказала себе кисть по собственному заказу. То есть она попросила сделать мастера определенную кисть, определенную конфигурацию из определенного ворса. И когда кисть пришла, Таня оказалась очень довольна и радостна. И я все это увидела и подумала, что мне тоже нужно заказать. Ну и поспрашивала своих учениц. В общем, мы с ними взяли три подобные кисти разной мягкости на пробу. И сейчас я вам про эти кисти расскажу. И вот такого образца, еще четвертую кисточку, несколько штук. И сейчас я вам про каждую кисть расскажу. Значит, кисточка, с которой все началось, это вот эта кисть. Ворс белки и длинный кончик из синтетики. Вторая кисть. У нее тоже натуральный ворс белки. Но этот ворс, он немножко более жесткий, чем вот этот. Это мастер, который изготавливает кисти, Сергей, посоветовал мне вот такую кисть сделать, когда я заказывала. Действительно, разница у кистей так и есть, что вот эта вот прям мягкая-мягкая-мягкая белка, а вот эта пожестче немножко. Я вообще люблю жесткие кисти, поэтому вот эта кисть, мне она попривычней. Вот, но точно так же она довольно мягенькая, и она мягче синтетики. И третья кисть, точно такой же кончик из синтетики, но вот этот ворс сделан из синтетики, имитирующей белку. То есть, по сути, эта кисть полностью из синтетики. Просто две разных синтетики собраны вместе. Она похожа на эти кисти, просто она пожестче, она такая более упругая. И последняя кисть. Здесь колонок вот досюда примерно идет, а дальше синтетика. У нее очень длинный тонкий кончик. Я ее сделала по подобию своей любимой рублевской кисти. Сейчас тоже покажу. Правда, она у меня старенькая, очень стерлась, и у нее стерся кончик. Вот, смотрите. Да, у нее, конечно, кончик был подлиннее немножко, но все равно не такой длинный, как у этой кисточки. Здесь тоже колонок и кончик из синтетики. Они немножко разные по упругости, вот. Но, несмотря на это, как бы вот сам принцип похож. Я поэтому эту кисть очень люблю, но у нее очень быстро кончик стирается. Поэтому я вот у Сергея заказала вот такой вариант. Хочу попробовать ее, посмотреть, как она будет в работе. Если понравится, закажу еще других размеров. Может быть, поменьше, может быть, миллиметра три в ширину для мелких деталей. В общем, посмотрим. Итак, сейчас я буду работать тремя разными кистями, и вы сможете увидеть и понаблюдать, чем они отличаются. Итак, первая кисть. Самая мягкая белка. Начинаю работать с фоном. Очень удобный кончик. Он острый, и можно везде подлезть. Он очень управляемый, очень контролируемый. Кисть набирает очень много воды. Ей можно легко покапать много воды на работу. Вот, когда я делаю своих богов, с моих синтетических кистей так не покапаешь. Мне для этих целей приходится использовать какую-то натуральную, мягкую кисть большую. Также она может легко выбрать лишнюю воду. Промакиваем салфетку и выбираем лишнюю воду. Вторая кисть. Тут тоже белка, но белка средней жесткости. Она пожестче, чем предыдущая. Прям чувствуется, что она более упругая. Кончик такой же классный. Мне ей очень удобно работать. Я могу влезть и сделать мелкие детали. Я на самом деле могу сделать даже еще более мелкую деталировку и более аккуратной. Я просто не очень люблю эту дотошность в акварели. Ей также можно покапать, но воды, конечно, она набирает немножечко поменьше, чем предыдущая. И третья кисть. Синтетика. С синтетикой. Она более упругая, чем предыдущая. Прям чувствуется сразу, какая она упругая. Тоже очень удобный кончик. Тоже можно подлезть и делать всякие мелкие детали. Покапать с нее водой будет тяжелее. Это как с моих любимых синтетических кистей. С них довольно сложно много воды накапать. И последняя кисть. Каланок из синтетика. Ей я сделаю мелкие детали. Работать очень удобно. Кончик очень податливый. Можно прорисовывать мелочи. Можно смягчать края мазков, набирая на нее воду. Очень удобно работать. В принципе, все нормально. Итак, подытожим. Из трех кистей, которые я вам показала. Натуральная белка. Мягкая и средняя по жесткости. И синтетика. Мне больше всего понравилась натуральная белка средней жесткости. Так как эти две натуральные кисти из белки я брала для своих учениц. А себе взяла синтетику. Я себе куплю вот такую кисть. Лично себе. Белку средней жесткости. Потому что она мне очень понравилась. По поводу размера я подумаю. Так как мои картины довольно большие по размеру. Возможно, что я ее возьму в более крупном размере. Вот. Ну, может быть, даже в два раза. Потому что это действительно очень удобно. Ей можно заливать очень большие пространства. Но при этом ее тонкий кончик избавляет вас от необходимости все время брать более мелкую кисть, чтобы прорисовать деталь. Вот. Вот эта кисть я с ней еще поработаю. И когда... В принципе, она тоже удобная. Тоже мне понравилась. Просто синтетических кистей у меня много. А кистей из белки, которые бы мне понравились, у меня еще не было. Поэтому я вот очень заинтересовалась вот этой кистью. Я планирую у Сергея заказывать какие-то еще кисти. И когда следующие придут, я обязательно расскажу еще опыт более долгого использования вот этих кистей. Я там обязательно об этом тоже пару слов скажу. Вот эта кисть в целом мне понравилась. Нужно тоже поработать подольше. В следующем видео я обязательно расскажу, как она себя проявит при длительном использовании. Вот. Пока ощущения хорошие. Хорошая длина, упругий кончик. Довольно предсказуемо она себя ведет в работе. В принципе, я довольна. Ссылку на инстаграм Сергея я оставлю под видео. Также под видео я оставлю инстаграм моей подруги Тани. Вы можете ей написать в инстаграм, если у вас есть какой-то вопрос по поводу мягкой беличьей кисти. Потому что у нее точно такая же кисть. И она очень давно работает беличьими кистями. У нее их очень много. Она очень хорошо в них разбирается, в их тонкостях. Поэтому, если у вас есть какой-то вопрос по покупке именно вот этой модели, которую она, собственно, и придумала, вы можете написать ей. Я думаю, она с удовольствием ответит. Также присылайте мне вопросы и пожелания, какие видео для вас еще снять, какие обзоры. И если вам понравились кисти, заходите в инстаграм к Сергею, смотрите, что у него есть еще. У него довольно большой ассортимент. Также он изготавливает любую кисть по вашему запросу. Из любого ворса, который у него имеется в наличии, делает он довольно быстро. То есть кисти ко мне пришли с момента заказа до полного получения где-то за неделю. То есть он за пару дней их сделал и отправил. И вот дней 5 они до Москвы летели авиапочтой. Что я хотела сказать еще по поводу заказа, если вы только начинаете работать акварелью. Если вы только учитесь и хотите купить хорошие качественные кисти, не абы что в магазине. Действительно нормальные. Я советую взять вот эти две кисточки. Этого вполне достаточно, чтобы работать на формате А4, А3. Не очень мелким модулем. Конечно, если работать какую-то миниатюру, там понадобятся какие-то еще дополнительные супер мелкие кисти. Но формат А4, А3, вот эти две кисти будут идеальны. То есть вот эта кисть дает сухенький, упругий такой мазок. Ей можно прорабатывать детали. А вот эта здесь как раз я отобрала белку средней жесткости. На этом все. С вами была Дарья Позняк. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok